Из ниоткуда выскакивает машина, то есть я ее бью сзади. Ее разворачивает, я улетаю в совершенно другую там сторону. Мы покажем обязательно все эти моменты, о которых мы сейчас проговорили со стороны Чеснокова, что он там говорил, ерес нес. Он, как сторона, не правится в статье 24, обращается к хозяйству. Почему? Сенсуальное решение не решено. Потому что он является свидетелем. Тут же это не просто захочу, тебя хочу сделать виновным, а тебя оправдаю. Так формируется еще недоверие к сотрудникам полиции, которого и так мало. Как нам Чеснокова и Морскова уберите? Никак невозможно. А что с ним случилось? Никак погибли. Ух ты! Давным-давно. Вас тут на карантин не посадили? Уже человек 12. У вас ушло на ковид? Да. А на карантин никак? Обработали и все. А людей? Я понял. То есть вы в безопасности и мы в безопасности, да? Уже доверили, конечно. Понял вас. Ладно. Но передайте ему выздоровление. Хорошо. Спасибо. В моем месте он может быть, и она. Любой абсолютно человек. Тот, кто нас сейчас смотрит, абсолютно любой человек может быть на вашем месте. Поэтому, чтобы таких ситуаций не было, нужно приводить сотрудников полиции в чувства, чтобы они не забывали, что они здесь как раз-таки заинтересованы в правосудии, чтобы виновное лицо должно быть привлечено к ответственности. Они не виновны. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, мы поздороваемся с нашей аудиторией. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Сегодня в офисе к нам обратились люди со своей ситуацией. Ситуация следующего характера. Это беспредел полный с органами дознания. Точнее, конкретно дознаватели, беспредельщики, по моему мнению, это Барсукова и Чесноков. Это сотрудники Дорожно-патрульной службы. И сейчас мы вам поведаем эту историю. Расскажите, пожалуйста, что и когда у вас произошло. 30 апреля мы ехали со стороны Декартирова, то есть в сторону Машмета, домой. И на перекрестке Саврасова мы остановились на красный сигнал светофора. Ну, уже загорелся зеленый, то есть мороз решающий. Я и другие участники начали движение. И в итоге получается из ниоткуда, просто вот она из ниоткуда выскакивает машина. То есть я ее бью как бы в зад. Ее разворачивает. Я улетаю в совершенно другую сторону. В итоге мы остановились. Он летел, просто он ехал на красный свет. Ну и на видео это четко видно. На видео это четко видно, как он трогается и как трогаюсь я. То есть четко, что я трогаюсь ни на желтый моргающий, ни четко на зеленый свет. И тем более, получается, я стоял в крайней левой полосе, у нас с трех сторон, и с крайней правой полосы участник, он пересек этот перекресток. То есть тронулись-то мы одновременно. Но он пересек. Он пересек, да, тот перекресток, поэтому оттуда движение противоположно начали. То есть я уже даже предвидеть этой ситуации не мог. Получилось прям вот перед носом вот его автомобиль выходит. То есть я тут даже не среагировать не успел. Ну, то есть... Да, там возможности просто не было. Даже просто я не ожидал этого момента. В итоге я выхожу с машины, он выходит. Он со мной остановился таксист. Он ему говорит, куда ты ехал на красный свет. Тот говорит, да, я виноват. Я ехал на красный свет, простите, извините. То есть все как бы во всем плане. Но он как бы был согласен на место с виной. Да, он был согласен. То есть да, я виноват. Да, я ехал на красный свет, я не отрицаю. И в дальнейшем отрицать не буду. я вызывал скорую потому что супруги меня стало плохо приехали комиссар они посмотрели тут без гаишников но для дтп с пострадавшими лишь до любому оформлять гаи ну комиссар они до последнего тоже были они не уехали приехали гаишники скорая приехал забрал супругу и приехали гаишники и в итоге он достает то есть они начали видеорегистраторы у меня есть до записывал он вот у меня тоже есть ну мы взяли флешки короче комиссар взял флешку гаишники и мы пошли в комиссару машину просматривать я участник он этот гаишники и сам комиссар мы просмотрели и вот то есть мое видео да на моем видно только как трогаюсь я не видно как трогается на какой свет трогается он там и то есть тут как бы до такого доказательства нету что он ехал там не четко на красный хорошо мы включаем они его включает регистратор и там четко видно что он едет четко на красный по его ну это аварийного комиссара в автомобиле на его ноутбуке вы просмотрели тогда в автомобиле у него сразу там эта система то есть и гаишники видели ну я тут смело то есть они начали как бы гаишники оформлять то есть я как бы смело и номер таксисты то есть я удалил потому что тут уже как бы видно было очевидно очевидно тем более записи есть записи как бы у него есть он не отрицает ну смысл думаю ну и все все как бы хорошо сейчас осталось только дождаться было результата что скажут супруги там пострадал там вред здоровье есть данный более здоровье либо нет и гаишники стояли ждали если нет то оформляют чисто вот дтп если есть тогда они то есть дело передадут дознание ну и в итоге ждать до результата не дождались потому что долго все это происходило пока я довезли там еще этот коронавирус был там не просто так это все сделать и они короче сказали вот так вот мы дело передаем дознание мы ждать не будем как бы ну и мы разъехались то есть ждите вам позвонят вас вызывала барсукова и так понимаю вас дознаватель было до прошли сколько примерно по времени сейчас я вам скажу это было не быстро это прям прошло недели две наверно больше она вызвала меня я в принципе еще до этого звонил и узнавал что и как почему так ничего не тишина какая-то она она мне сказал пояснила что тот участник еще не являлся то есть и него а он не сможет явиться по такой такой причине так как он работает поэтому мы не вызываем ни вас не его потому что мой как бы как он я из чтобы вы были вместе но у вас получается у него не всегда получается то есть у него да не получается прошло бром большое время не про две две с чем-то на неделю долго я ждал в итоге она мне позвонил я приезжаю она сказала вот перед вами он только ушел зачем-то это нужно было вдвоем вот итоге все по дню подстраиваться мы я приезжаю туда вот он перед вами вот он ушел вот написал объяснение дел не видел ну не суть ушел значит ушел я пишу свое объяснение что как было отдаю ей свой видеорегистратор то что было видно записано флешку они там сами перекидывает это видео ну все я написал объяснение оставил видео она сказала ну все как бы свободен потом позвоним прошлом еще неделя вот мы приехали с супругой то есть приехали туда написала объяснение супруга они тогда к ней в кабинет она не заходила зашел я то есть у меня есть свидетель как банк какой свидетелем у меня пострадавший если что урана если что в коридоре потому что был коронавирус они не запускали только по звонку дверь открылась запустили закрыли вот так вот это было но я вынес супруге лист ну дайте тогда и диск пусть пишет тоже я вынесли лист она там писала что как было я сидел с ней разговариваю в итоге она сказала потом был этот садчиков у него видео не оказалось то есть видео каким-то образом как смотрели комиссары там или кто вы до его не приобщили то есть она да ну то есть она не загружается либо и вытеряна флешка то есть видео этого нет так что она сказала по поводу вашего видео а на вашем видео верю видно да что вы там трогаетесь на свой свет но так как он выехал на свой разрешающий он завершил обязан добыл ему уступить я говорю а где показано что он выехал он то есть вам говорит со слов я вам говорю то есть я вам я говорил супруга говорит и плюс у меня есть регистратор тоже туда на какое доказательство и его и трогать на свой свет светофора и что там уже был давно красный что там да уже был красный в итоге а может ну а как ты докажешь что он выехал на на типа она запрещаю свет ему не нужно доказывать ничего то есть да ему не надо доказывать нужно мне мало того что я принес еще свое какое-то видео то что из-за себя да то есть я пришел из себя отвечать она мне вопрос задает а как ты докажешь что он выехал на вот на красный я конечно здесь они меня загрузили у меня мне доказать это тоже нечем я развернула у вас свидетели если они же говорят что-то видимо для нее свидетели с видеозаписи высловать не стоит видео за его одно слово слово то есть это не сама его одно слово стоило больше чем все есть у меня да так и что она в итоге выносит она решение то есть я приношу решение вынесло решение решение вам не понравится я сижу молча жду я про и она начала про супругу то есть супруги вот потерпевшая туда что-то на мне как-то сказала в итоге вы виноваты ну то есть ну то есть не будет оплачивать привлеклись ответ я это кассирует получается то что я вообще виноват она пишет да он то есть не пишет варь да и дает мне это постановление я читаю да у меня там уж штраф там не штрафа и сам то что я не уступил дорогу пумы такой-то думал вас признали виновны вы когда признали а по поводу на камеру видеонаблюдения которые там находятся на данном участке ей об этом было известно вы сообщали чтобы она истребовала видео за я сам не знал то есть она истребовала нигде получается и на тот момент никто ничего не сказал и я как бы не знал то что можно взять эти крови за то и не нужно на на может какие-то камеры есть я даже об этом не думал я просто уже был в шоке от того что просто он пришел сказал что он выехал я видел тут это самое старался доказывал супруга моя и все это нет доказательств точно я виноват ну а видеозапись этого я так понимаю уже с юристом да я когда она сказала что сказали постановление мне вот это вынесло я недолго думаю звоню юристу встречаемся с юристом мы им вкратце также объясняю что как было будет ну а как догон даже типа не пыталась доказать ничего она то есть она все стороне должна рассмотреть дело есть она даже ничего не пыталась доказать мне вопрос просто задали когда окажешь ты что он выехал на красный свет ну и юрист послушал говорит а там же есть камера по срокам по срокам мы как раз успевали времени он примерно но это все понимаю сколько хоронить там скоба это ничего этого не знаю как бы у нас по срокам принципе еще дня три есть мы едем барсуковой это она уже когда вынесла постановление надо найти барсуковой тогда мы едем барсуковой мы берем дмитрием как бы разрешение то что там есть камеры то есть нам нужно взять видео с этих камер либо вы это сделаете сами дмитрий адвокат говорит либо вы напишите бумагу что вы согласны что мы тогда сделаем съездим сами сегодня то есть хорошо она говорит нам я не поеду тогда съездить но она выдала вам соответственно документ в основании которые вы получите видео за да я поехал с этим документом приехал сначала в одно там безопасный город ну да получили там даже получила разрешение потом поехала за сам за самим видео все я взял это видео приехал домой я его сам просмотрел то есть там четко видно что он едет на красный дмитрию звоню адвокат своему омске не его я скидываю ему он скидывает это все на диске и на это самое звоню светланы гировны это дознаватель для и звони в ресторане и ром так и так я вот был там взял видео четко видно что он едет на красный она такая прям вот четко видно и вот прям вот четко видно что на грани выезжает право вот за светофором он стоит и красный прям уже горит а машина еще не появилась она выручила появляться после того как красный загорелся и только тогда показался у нас машины и все остальное так вот не приехали мы к ней приехали она сказала вы если четко она мне сказал если четко видно тогда как бы это уже как бы меняет дело но решение свое отменить не могу да как я его уже вынесли у вас вот есть 10 дней после нажалуете он жалует и все а тот же все кричал там там кричал то есть я выехал на стоп линию короче пересек а свой разрешаешь а все остальное мне до лампочки то есть они вышли с нами хотели со мной поговорить чтобы я взял вину на себя они мне там предлагали 15 там или сколько-то на 20000 чтобы я взял все это вину на себя там страховка выплатит туда-сюда там что-то это выплатит так потом мы поделимся с тобой там не выплатим очень серый схемы либо делаем давай обоюдку короче там твоя выплатит мне моя тебе эти деньги раздербаним возьмешь себе другую машину там я себе тоже этого три я он как я себе я тебе все равно это отремонтирую писали жалобу мы в две инстанции сразу в левобережный суд и сразу прям начальника гаи то есть прошло две недели жалобы все получили они прошло две недели меня вызывают позвонил на чесноков сказал вот я смотрю вот дело вар это новый дознаватель да уже новый дознаватель то есть ваше дело я вижу у меня жалоба вы там сможете приехать там завтра или послезавтра там как когда вы сможете я вам участие созвонить адвокатом потому что без адвоката я уже не поеду правильно я сейчас как он сможет и я вам сообщу когда мы приедем все я не звоню так и так вернее ему послезавтра мы приедем хорошо его жду мы приехали к нему то есть супруга тоже приехал уже к нему зашли мы написали так опять же я писал что как было супруга написал это что как было все он включил это видео и в итоге в итоге он там начал быть фактом что он не смотрит на машину который был виновник он смотрит как трогайся я вот как зацепиться светофоры регулировать типа работа светофоров там ровно и неровно и правильно или неправильно да запрос давали светофор то четко все работает ну в итоге получается он там начали вот надо мерить его 25 кадр какой-то он там что-то такое сказал осуществление уже запись на стоп линию он тоже видно пересел потому что я перебью смотрите осуществлял с вами видеозапись мы обязательно покажем значит зрителю но вот плохо что в тот момент когда он говорил про 25 кадр у вас не работал не включали видеозапись к сожалению но было бы интересно на самом деле это зафиксирует как он это все это произносит записать то что вот что есть вот то и там даже и там было записи когда дмитрий вот с ним спорил там что там даже в там было написано когда по 1224 по моему они начали разговор когда он говорит чесноков что этот потерпевший должен обязан что-то быть дмитрий говорит он не обязан по такой такой статье данным сделался то что там обжаловалась постановление поэтому он там не должен быть как сторона приглашена в а любой стороны что он должен я слышал да но это глупость конечно и когда дмитрий говорит а где он как свидетель может быть но это не уголовное дело чтобы он был бы указано что он вернее пострадавший пострадавшим бумагу хлоп вот где барсукова и написала и прям четко видно да не написала почему-то да делается то что он как свидетель по делу может проходить соответственно он не сторона по делу сторона этого должностного лицо и ваша сторона чесноков пытается всячески такое ощущение складывается когда он все это говорит что он заведомо на стороне той и всячески пытается объяснить что вы виновник да он смотрел чисто вот как трогаюсь я он не смотрит на тот светофор не смотрит когда машины трубы он везде пытается найти вины вообще никакой то есть если бы я один я не на желтый там еще раз говорю моргающий там какой-то не прежде времени трону в движении а именно четко на зеленый когда у меня правая полоса вообще пересекает этот перекресток без всякого препятствий дом не в мыслях не было что вот откуда-то сейчас выскочит кто-то тем более там уже явно был красный сигнал садика начал выезжать противоположные начали все машины движения то есть они все движение пошло полностью перекресток был пересечен с той стороны противоположной и с моей стороны пересекли что чесноков в итоге говорит вот по всему этому мы покажем обязательно все эти моменты о которых мы сейчас проговорили со стороны чеснокова что он там говорил ересь нес оправдание сколько инспекторов они выезжают также на 12-24 понимать сразу выносить решение сразу вы инспектор нет они дознавать мы дознаем 12-24 а по железу если вина очевидна почему нет человек соглашается на месть примите напиши чем проблема происходит начинается у нас как будто совет федерации все начинают ходить вот так вот все начинают съезжаться какие-то люди у которых брат брата видел как проходил вдалеке судья и он обязательно сейчас нас очень нужную помощь окажет царапина на сантиметр а людей там человек 50 которые все ходят и начинают все водители и тоже попадают и менты и гаишки все и и представители лака все все попадают что затрудняется помочь что вы написать по улице как написать ну давайте я подскажу дату улицу подсказать что вы хотите написать давайте я подскажу двух элементарных замеров не про не связывали до места померить по ходу вашего движения по ходу объясняет приехал декану да он чуть-чуть помолочь чем я всю жизнь тоже отработал инспектором два лишних замера нельзя произвести а я думаю что же до слова елки-палки не поступают больше да если что-то мне еще но я сделаю звонок может ему необходимо замер трудовые хотя жалобы подаем страну а почему нет не в праве согласно а он как страна не правится в статье 24 обращаться почему потому что он является свидетелем нет нет а какого у него есть какие он участник дтп в данном производстве по делу административного правонарушения какое у него процессуальное положение когда сон вправе делать материаль 1224 он является является чем потерпевшим потерпевшего в рамках этого административного производства нету не только терпевшего не признала о посмотрите о почему каким документам признан потерпеть я вообще потерпевшим всегда всегда но я вижу что-то не указал так форму пишет управляю автомобилем не только включение разрешающим светофор а не в топе обороны в том галитаре Тойота сальчика на дупень сальчика для шаричных женщин с двух лет я за это лет чем то прошло что сказать День, что сказать мы считаем о том что отсутствие состава административного правонарушения в отношении Семенихина подтверждается представленным материалом объяснениями свидетеля объяснениями Семенихина двумя видеозаписями судебная практика несмотря на то что у нас нет прецедентного права понять судебную практику она закреплена которая норма судья ссылается именно на соблюдение требований ПДД мы считаем о том что если гражданин сальчиков не согласен с другими какими-то выводами он вправе их выразить производстве по делу 1224 в том числе с назначением всего и вся вопросов нет да будет выступить с ходатайственным допустим провести еще помимо судебно-генедицинской судебной акту технической конечно конечно но на данный момент мы считаем что это постановление являлось преждевременным мы не обвинились Светлана Геннадина ни в каких грехах да действительно Светлана Германа да Геравна да Геравна да Геравна да Геравна да Геравна на это очень строго обращение да вопрос в следующем на тот момент возможно действительно поскольку согласно статье 26.11 у нас должностного лица осуществляющего производства по делу выносит решение исходя из своих внутренних убеждений возможно ее внутренние убеждения до момента появления камер с улицы действительно могли соответствовать таким поводом это как бы право должностного лица имеющий сейчас видеозапись такие доводы не подтверждает поэтому мы считаем о том что сейчас постановление является преждевременным подлежит отменить не соглашусь с вами просмотрев скажу вам честно посмотрев видео одно видео одно я вижу я вижу как что автомобиль с регистратором начиная движение на зеленый символ цена гора обратил внимание так вот раз с левой стороны находится и поле зрения регистратора автомобиль тойота откуда он взялся не видно вообще то бишь судить это видел его или нет полностью это самое видел его автомобиль дает я не могу но анализируя вот эту что я вижу по ней что я вижу по ней я вижу стоит актуал паска газе фольтсваген но даже подождите секундочку я даже не вижу кажется на такое хотя бы фольтсваген да это сам светофор там включается на это вопрос абсолютно одновременно тоже режим работ светофор не нужен просто если задержка не задержки если одновременно значит я вижу сейчас еще раз включу если действие 1 потом рассудит 2 часть красный три полосы стоит если вы еще обязан 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 теперь включаем еще раз если вы будете смотреть сейчас дает увидеть как он еще при этом совершает маневр перестроение вот он уезжает на красненький вот он едет едет ба бах но на какой он сигнал светофора пересекло стопление я не могу анализировать ну и он не может секунды три он горит там выезжает поворачивает направо уже горит красный а стопление недалеко от светофора не перед про мне на светофоре но и недалеко наверное наверное смотрите наверно в понедельник я буду с вами вместе с вами все таки вырезали наверное быстренько схемку схемку набросаем померим что тут не хватает вот это и стопление вот это ну я не буду вырисовывать перекресток как он на единию просто нарисую прямоугольник ну а мы заодно подумаем если вы все таки соберетесь какие еще замеры дополнительные да не вопрос мне я бы выехал на место померил бы отступление отступление хотя бы до хотя бы до к чему они тут привязываются к углу дому 66 чесноков в итоге какое решение принимает никакого то есть он сказал надо ехать измерять где стоп столько стоп линия светофора грандом буквально в двух метрах он в любом случае не смог даже стоп линии не пересек потому что если присмотреться хотя он этого не смотрел он просто если поставить на паузу про вот только загорелся сигнал красный поставить прям на паузу и смотреть носа машины еще нет то есть у нас даже если получать стоп линия буквально двух метров у него машина почти пять метров длиной то есть в любом случае он даже полностью не пересек даже если так логично рассудить ну а почему он то есть никакого ответа по его не этом вот именно здесь за какие за стоп линию говорить на замеры никто не осуществляется на данном перекрестке правильно понимаю ну да и постановление от него никакого не получили по вашу он начал давайте будем измерять ехать надо будет от самой экспертизы там назначать там туда-сюда но мы просто змеет рим уже поняли с адвокатом что тут уже отменять никто не собирается потому что ну ты душ четко видно по видео все вот моему по полочкам разложили как должно быть уже насколько я в этой сфере не самое уже тоже понимаю что тут уже просто полный чушь и просто уже до того хотят там я не знаю на каком основании него прикрыть либо уже чесноком хочет прикрыть его либо уже светлана герова чтобы не подставить да не друг друга в любом случае будет прикрывать такой момент а по поводу 1224 то что дтп с последовавшими никакой речи не шло чтобы это было потому что вас вас брали в этом есть менее чесноковым вообще об этом речи не было было дело только по металлу то есть разговоров даже не возбуждали в 1224 то есть получается что нет получается что нет в итоге получается мы когда дмитрий вышли дмитрий решил мы суд подали все мы туда письмо пишем а я его только лично отвозил почтовый ящик и вы скидывал потому что я позвонил через почту это было бы дольше а там как раз оставалось не знаю дня три наверно скорее всего как раз уже когда мы подали то есть до суда то есть как бы суток я понял какие то есть это такие сроки был коронавирус я приехал туда позвонил там по номеру специально кто принимает мне сказали киньте в почтовый ящик я вам не нужна какая-то бумажка чтобы я именно это было мое доказательство его положено подтверждение подтверждение потому что спросит ничего вам не дали ответ был такой ну дадите я положил это письмо дмитрий просто успокоил что в суде уже будем решать то есть там уже как бы неважно прочтут не прочтут и все в итоге тишина даже он не позвонил даже он там сам говорил будем измерять там приеду в понедельник там или приеду либо письмо все-таки прочитали что мы дали ясно там понять что мы уже как бы не будем вот это экспертизы с вами проводить то есть мы уже будем ждать решение суда но в суде все еще и после этого дать не звонка от них не какие малейшие что там что-то будет насчет их это экспертизы там насчет приедут эти измерять там мере стоп линию то есть все тишина и больше не звонка так что происходило дальше суд принял вашу жалобу суд принял наверное нашу жалобу потому что начало рассмотрение дела суда принял то есть как бы они затребовали документы с гаи до отдельная история с документами про гаи вам требовали потом документы с гаи два месяца прошло два месяца прошло я звонил с адвокатом мы звонили для бережный суд узнавали что как с нашим делом продвигается нет потому что по интернету видно что движение никаких и на что ему сказали что мы запрос в гаи сделали но они документы еще нам не прислали в итоге прошло какое-то время то есть то что им прислали все это два месяца прошло даже чуть не больше двух месяцев что у них им прислали все это то есть у них уже дело пришло проходит наверное еще месяц мне возвращает дело назад суда что якобы мы не вложили сроки нарушены сроки нарушили строки дмитрий говорит не может быть есть на это человеке есть подтверждение до отправляли курьером потому что на тот момент ничего нигде не работал был вот это все закрыто надо отправляли курьером но у меня написано на чеке что курьеру делал такого такого числа принял но что в сроке выставлять сроки мы все там пропустили в левобережном суде не увидели этого так действия вашей дальнейшей мы подали в областной суд там написано обжаловать в областном суде там что дальше мы подали в областной суд ну прошло тоже немало времени уже точно не помню потому что уже я и не надеялась уже ни на что если уже суд назад вернул то там нет самое есть видео есть все и там ничего не сделали меня то есть я виноват суд назад вообще вернул думаю тут уже все бесполезно ну вот что в областном я уже не ждал положительного результата потом приходит извещение назначает мне суд областного 28 и приходит извещение на телефон суда левобережного что 5 числа будет у вас здесь а 28 значит какой месяц сейчас у нас октябрь октябрь я читаю сентябре 28 сентября это был в областном и 5 октября то есть должен быть в левобережном а дело получается одно и то же то есть а получается я насколько понял была подана еще одна жалоба юристом в левобережно суд и по на почему потому что от чеснокова все-таки пришло постановление о том что в силе ранее вынесено постановление осталось и уже на это постановление чеснокова была направлена новая жалоба в левобережный суд дабы перестраховать себя от решения областного раз насколько мне это все известно да со слов юриста который вашим делом занимается значит что пришлось схитрить тоже потому что областной суд на скорее всего вынес бы аналогичное решение что сроки пропустили и здесь такая вот в помощь хитрость пришла значит о том что подать еще одну жалобу уже разлове постановление которое второе было вынесено чесноком в левобережный суд и вот уже назначено рассмотрение дела и так понимаю уже да на какое число назначена вот она была 5 вот любережный вот сейчас на 28 то есть мы сначала в областном областного народа суд областной отменяет то есть все таки он пишет чтобы ну чтобы левобережный все-таки рассматриваешь вы решили на старик случае перестраховаться да да подать и как бы сейчас одно дело 5 числа был суд в левобережном там опять зацепились за бумажку за оригинал письма конверта то есть я не плане я просто сейчас не понял какое письмо какой конверт у нас была копия там а она запросила оригинал судя минус опять со сроками связано то есть да отдать какими-то сроками есть оригинал все есть мы его просто не взяли потому что вроде и копии вроде и когда и что суд переносим и на 22 по моему вот будет четверг я так понимаю вот будет еще ли уберем с этим конвертом уже придется ехать что с этим оригиналом что будет там дальше я пока не знаю понял ну историю конечно очень интересная просто за много всего происходило уже какой месяц и я не могу доказать то что я все-таки не виноват на срегоне наказывал свой все есть да все видео все четко там нигде что выяснилось по поводу 1224 дело которое должно было быть возбуждено по пострадавшим 1224 вроде как мы когда был у нас пятого числа в левобережном суде суть мы просто с адвокатом адвокатского можно я знакомлю с вашим делом потому что он говорит большое дело почему-то и он начал когда перелистывать все себя впечатляет на телефон фоткать и он увидел что судь медэкспертиза про пройдены то есть и дело есть по этой статье и экспертизы соответствующие делались да то есть как бы в плане того же об этом вообще не а мы даже вообще тишина потому что 24 вообще вот как вот с чесноком мы поговорили про это 1224 что был там разговор и все а потом не только решал я ждал отсюда так два месяца потом много вернули пока уже я уже вот эти сроки только все а тут тишина 20 1224 вообще нету как будто вот его и не было и вот когда мы уже начали дмитрий ознакомливаться с этим материалом что она там уже есть что суд медэкспертиза проведена то есть у гончарова нет не выявлено ничего никакого вреда здоровья никакого вреда здоровья хорошо там написано что они и должны были оповестить по адресу такому такому то есть но если они должны были оповестить на почту должна была прийти должна в течение месяца должна там пролежать если ее не получает они обратно должны отправить адресату так как на почте у нас знакомая работает мы интересовались не приходила не уходила в итоге мы пошли в поликлинику в которой она проходила все это обследование где она продолжала лечение потому что госпитализация на отказалась на тот момент потому что там был вот еще раз говорю коронавирус когда самый вот это ажиотаж ну да там закрытый и туалет и иконы и баллады все закрыто и смысл там лежать уколы проколоть давайте лучше дома потому что еще не хватало мне вот этой заразы какой-то все ей направлено свою поликлинику она там в карточке все это есть все это имеется и вот она пошла узнала у врача она даже сейчас они под наблюдением находится еще это врача врач сказал вот не было ни запроса никакого то есть по поводу всего вот этого так а по поводу подписи должны были уведомить соответственно либо пришла там либо не пришла либо из пришла то отказаться от подписи должно как вообще вот это вот не пойму то есть они написаны что вас уведомили но вы не явились или же выявились но отказались от подписи не имеется так понимаю мой а у барсуку она сказала что как бы она мне лично звонила и я сукова да я к ней лично приезжал и не в глаза не видел и даже не слышала и даже без понятия как она выглядит то есть вот тогда когда выдавали объяснение в коридоре вписали и передавали муж вынес бумагу я написал он меня и забрал это качестве свидетеля по дтп тогда то что было и все то есть вы в глаза ты не видела она говорит что вы приходили к ней и что делали у нее она не спояснила вообще конечно удивительно то есть фактически получается что они делают возбудили без вашего участия и прекратили его виду отсутствия вреда здоровья вам не причинен никакой и говорят что утверждает что вы были уведомлены более того приходили интересно конечно будет там как отказ вроде она написала вроде как отказ 2 якобы вот прохождение медицинское свидетельствование экспертизы отказались но я так понимаю что я отказалась и вот они сделали на основании то что они могли уже без нее участие отказалась они сами самостоятельно провели и в итоге результатов то есть не выявлено ничего не по но это все будет устанавливаться в рамках процесса насколько я помню дмитрий подготовила соответствующие жалобы там по всем фактам которые имеются по данному делу начата и направил компетентные органы и сейчас будут проводиться проверки ну и соответственно судом на двадцать второе число назначена суд по обжалованию данного постановления ну а для суд будет то также устанавливать обстоятельства все такой вот момент если вот так вот просто ехала барсукова также бы всадили и как бы она поступила на этом месте вот прям вот я не знаю воспользовался должностное положение просто решается тут же это не просто захочу тебя хочу сделать виновным а тебя правда то есть это что-то лишь жизни ли люди лишаются жизни семьями все вот это это же не игрушки так формируется еще недоверие к сотрудникам полиции стиль которого и так мало а вот такими поступками подрываются поэтому сейчас больше вызывали комиссаров стараются чтобы да я честно скажу комиссары комиссару розин редкий комиссар который честный я не отрицанно лучше пусть будет в основном в основном там жулики я знаю единицы порядочных комиссаров но их мало так ну поехали ну где мы еще находимся только единственный минус здесь строго по приглашению сотрудника полиции кстати после нашего того посещения не все-таки поставил лампочку это уже хорошо конечно это недостаточно по нашей информации мы только что доложили как барсукова барсукова заболела ковидом а чесноков в отпуске находится здравствуйте скажите пожалуйста как вам чеснокова и барсукова увидите никак невозможно а что с ним случилось не погибли ухты давным-давно вас тут на карантин не посадили уже человеком 12 у вас ушло на ковид да на карантин не как обработали все а людей я понял то есть вы в безопасности и мы в безопасности даже понял вас ладно но передайте ему выздоровление спасибо да ну что у нас получается у нас на самом деле конечно это фиаско братан ну ну что как бы бог все видит я так скажу да мы конечно желаем и выздоровления однозначно чтобы быстрее поправлялись приходили потому что да нужно пообщаться ну а самый главный момент у нас верно лицо чеснокова есть вот для того чтобы сделать его общественное достояние до на видео он имеется так что мы в любом случае покажем единство конечно нас минус нету у нас замечательный барсуковый про 25 кадр к сожалению сожалению этого момента не было что можем сказать мы скажем одно мы будем добиваться справедливости со своей стороны мы будем контролировать полностью всю ситуацию чтобы до логического завершения виновный хотел сказать должен сидеть в тюрьме виновный должен быть привлечь к ответ привлечен к ответственности по суду ну так сложились обстоятельства значит по суду он будет привлечен вы абсолютно в этом дтп не виновны вообще вот так вот мое мнение таких сотрудников которые добросовестно выполняются в работу я бы правда добился того чтобы уволили до увольнения ну конечно к сожалению мы прекрасно понимаем где мы живем и что это исключено ну хотя бы у меня тут звоночек поп-оп нажала не нажал не нажал сейчас нажму нажал вот значит хотелось бы хотя бы чтобы их привели в чувство привлекли к дисциплинарной ответственности больше так не под не делал никогда в свою жизнь на моем месте может быть любой абсолютно человек тот кто нас сейчас смотрит абсолютно любой человек может быть на вашем месте поэтому чтобы таких ситуаций не было нужно приводить сотрудников полиции в чувства чтобы они не забывали что они здесь как раз таки заинтересованы в правосудии чтобы виновное лицо должно быть привлечено к ответственности они не виновны и всем спасибо за внимание спасибо спасибо